какой он новый автодом сегодня на нашем канале how to spain обзор автодома пилот 746 эксклюзив эдишн добро пожаловать на канал how to spain я виктория белякова денис бреус сегодня мы делаем распаковку нового автодома мы его приобрели буквально вчера и сегодня вместе с нами будем его распаковывать снимать разные наклейки раскрывать подушки в общем пойдемте итак начнем со входа добро пожаловать в наш автодом здесь у нас очень удобная ступенька ну и первая наклейка какой приятный звук добро пожаловать жилой модуль мы специально ездили на выставку чтобы посмотреть какие есть планировки и мы для себя приняли решение что для нас наиболее оптимально является планировка face to face чем она хороша здесь есть большой раскладывающийся стол который в общем-то двигается поворачивается и за этим столом очень удобно вдвоем работать то есть если здесь вот напротив сядет виктория со своим ноутбуком и я то мы не будем друг другу мешать и второй очень важный момент когда ты складываешь этот стол то очень просторно ходить между кабиной и живым модулем чего нам не хватало в том автодоме на котором мы путешествовали которые мы брали в аренду автодом на базе fiat ducato мы хотели именно эту модель с этим двигателем этот двигатель по комментариям является наиболее надежным и наиболее экономичным производитель говорит что этот двигатель расход топлива примерно 8 9 литров мы сейчас ехали немножко больше но я скажем так я ехал со скоростью 20 км в час то что у нас была целая эпопея с доставкой этого автодома забрать его и доставить были очень уставшие нужно было ехать быстро но если 90 100 то 8 9 литров примерно такой расход и будет и на том ситроене на котором мы до этого путешествовали там был расход 11 с половиной литров я думаю что два с половиной литра три с половиной литра для путешествий это значительная экономия топлива тем более при ценах в европе до кабина фиатовская коробка передач у нас ручная специально выбирали ручную коробку передач потому что мы хотим этот автодом сдавать в аренду и здесь два момента первое это коробка надежнее чем автомат эта коробка более экономичные чем автомат и третье люди которые умеют ездить на ручной коробке они мне кажется более профессиональные водителей чем те которые умеют ездить только на автомате я честно говоря вообще не понимаю как можно уметь ездить либо на той коробке либо на этой коробке есть кондиционер мультимедийный руль с круиз-контролем скорости с подключением apple drive или apple apple carplay в общем все здесь есть все что нужно для хорошего для комфортного путешествия для хорошей комфортной езды сиденья естественно как и в любом полуинтеграле разворачивающиеся как вы видите они очень красиво сделаны прошли вот этими вот логотипами пилот мне вообще эта фирма нравится у нее как-то все более надежно сделано потому что например даже если взять вот эти вот ручки то здесь есть вот такие фиксаторы хорошо выдвигаются и есть доводчики и все это фиксируется этот автодом рассчитан на поездку четверых человек вместо водителя и место пилота два человека и вот еще есть два ремня безопасности тоже могут путешествовать еще два человека более того комфортабельных спальных мест здесь тоже для четверых это основная спальня которую мы вам покажем чуть позже и вот это вот спускающаяся кровать тоже для двоих человек здесь вот есть ключик для того чтобы вот мы опускаем кровать и подымаем кровать есть лесенка для того чтобы его сюда поставить и забираться было удобно и также есть и стоит с этой стороны защелкивающаяся такая сетка для того что если вы путешествуете с детьми чтобы они ночью не скатились и не упали много шкафчиков также с фиксаторами с открывающимися и открывающимися с доводчиками этот автодом оснащен солнечной батареей днем нету пока инвертора инвертор мы будем ставить сами и оснащен системой отопления трума трума 6 с бойлером с горячей водой и с подогревом всего салона спросили у производителя точнее у продавца который нам продавал автодом можно ли на нем путешествовать зимой сказал да можно минимальная температура которую нужно выставлять отопление трума это плюс 5 градусов чтобы не замерзла вода не замерзл туалет и в этом автодоме везде есть подводки для обогрева вот этих вот именно сервисных вот этих обслуживания сервисных вот этих штук потому что не дай бог у вас замерзнет вода и туалет будет очень неприятно придется ехать в теплую страну просто отогреться снимаем пленочку с экрана это управляющий центр автодомом какой приятный звук ручка довольно удобно чтобы подниматься просто можно придерживаться за эту ручку в этом автодоме кстати прошлом у нас на двери было мусорное ведро и мы думали что это удобно но сейчас у нас его нет и мне кажется так лучше потому что все-таки больше уюта есть контейнер для тапочек а само мусорное ведро спрятано в ящик открывается легко положили и у вас не портит общую атмосферу дома мусорное ведро что очень важно во время пути нужно передвинуть фиксаторы чтобы не дай бог не открылись двери во время пути если они откроются так как на дверях как правильно что-то расположено это просто от тяжести дверь оторвется во время пути это будет очень неприятная история причем очень дорогостоящая поэтому открываем фиксаторы если холодильник не используется это можно использовать другой фиксатор для того чтобы другой стороны вот он будет прикрыт но не закрыть так чтобы не скапливался воздух нам кстати подарили бутылку вина я думаю что хорошая дом почти 100 тысяч евро если со всеми расходами и вот бутылка вина я думаю евро за пять точно но мы это еще проверим но все равно приятно мы покупками панель управления автодомом она довольно простая и очень интуитивно понятно в управлении то есть здесь у нас сейчас мы видим аккумулятор который отвечает за живой модуль он полный и сейчас идет зарядка от солнечной батареи то есть сейчас мы можем не стесняться использовать электроэнергию в полном объеме сколько хотим у нас от солнечной батареи зарядка идет сто процентов бак сейчас залит чистой воды серая вода 0 процентов и три кнопки для того чтобы включать электричество по всему дому включить насос подачи воды и включить включить различные тут по подачу газа спуск подъем кровати и работу отопительной системы по включается вот отсюда радио включила тогда и также включается радио еще одно место сюда можно складывать обувь наша возможно и ваша если будете арендовать этот дом спальня матрас новый на первый взгляд и на ощущение довольно приятные подушки также планируем купить как хороших отелях фирмы пикалин потому что отдых в автодоме это сродни отдыху в отеле и важно чтобы ваш сон был очень комфортным посмотрите какой классный коврик подарили нам ребята home is where you park it наш дом там где мы припарковали его денис я денис энд виктория мне кажется очень милому чудо придется купить красные стулья до чтобы соответствовать в подарок от фирмы где мы приобретали автодом дали подушки я так думаю это как мне кажется скатерть могу ошибаться что это это класть вот так как в отелях я так думаю если вы знаете что это скажите ну с ногами ложится не надо в отелях для этого да но здесь не надо подушечки и что действительно ценно нам подарили это защиту для матраса потому что обратите внимание матрас полукруглой формы и найти для него соответствующее постельное белье или тем более защита для матраса может быть проблематичным поэтому подарок вот такая защита для матраса просто находка также нам подарили нас тут уже вещи еще один подарочек термозащита для салона это для колес насос и жидкость если ремонтный комплект да и что-то по-моему еще было а подарки еще у нас там в гараже полочки как вы поняли всегда и везде присутствуют здесь есть зарядки usb свет включается либо ночники либо центральный свет довольно яркий читать мне комфортнее было бы с другими полки полки снизу ящики глубокие стандартные ящики мне здесь не хватает несколько крючочков чтобы повесить когда ложишься спать мы это повесим обязательно в целом у нас уже вот такой список что нужно для автодома друзья и прям просьба к вам напишите в комментариях как вы считаете что должно быть в автодоме для того чтобы ваш отдых был комфортным так душ душ мы тоже хотим сменить головку на душе чтобы она была более современная экономичная и возможно с массажными опциями я уже присмотрела одну обязательно возьмем то есть такие приятные мелочи нам очень классно со всем этим повозиться если вы со мной знакомы наверняка вы видели я часто пишу что я фанатка ричарда брэнсона основателя группы компании virgin и их подход мне импонирует мы хотим сделать как virgin но в автокараванах будут how to spain для нас действительно важно как virgin быть такими уникальными для своих клиентов понимать что нужно для комфорта и всегда слышать и слушать вас поэтому пишите чтобы вы хотели видеть в автодомах мы обязательно учтем это и плита и раковина имеют закрывающуюся поверхность и очень важный момент эти поверхности сделаны из стекла и вот мы видим видимо значок что нельзя закрывать эту крышку когда разогрета решетка плиты или и горит открытый огонь крышка просто треснет и будет будет сломана особенность этого автодома в том что он является более теплым вариантом чем его собратья для путешествия летом во первых мы уже говорили что печка сделана так что она отапливает и воду и туалет то есть если вы ставите хотя бы на 5 плюс градусов в зимнее время то у вас не вода не туалет не замерзнет это мы уже испытали то есть минимальная температура при которой мы стояли было минус 3 градуса мы не испытывали проблем автодом очень теплый и все люки естественно кроме лобового стекла и боковых они все двойные все все двойные стекла практически двойной стеклопакет поэтому экономия газа при отоплении гарантирована первая наша поездка который мы мечтали на автодоме эта поездка в андорру зимой и здесь очень важно чтобы резина была соответствующая либо зимняя либо демисезонная и здесь на этом автодоме производитель уже поставил демисезонную резину грузовую м плюс с то есть вот на этой резине мы можем спокойно ехать зимой по снегу по льду и вот здесь есть вот маркировка сейчас ее найду м плюс с вот она м плюс с маркировкой м плюс с означает что резина демисезонная на ней можно путешествовать и летом и зимой без проблем раз вижу компания michelin и здесь вот маркировка кемпинг наверно специально для кемпинга я первый раз вижу что скажете если кто-то ездит как это вообще резина себя ведет на зимней дороге в автодоме также как и на яхте все имеет свое место это санузел с туалетом и даже туалетная бумага и прорезь для того чтобы рулон не летал по салону во время движения имеет свое место все полочки с удержателями и открывающийся окно вытяжка итак гараж гараж довольно вместительный хотя и не самый большой среди моделей такого типа длина нашего автодома 745 на семь с половиной метров почти и вот такой вот гараж сюда можно все что угодно поместить что нам подарили первое что нам подарили это вот такие вот откаты на которые можно заезжать и выравнивать автодом вот они вот так вот и пластиковые откаты и если у вас есть какой-то наклон на стоянке вы можете подставить их под передние или по под задние колеса и в зависимости выровнять наклон более ровный дом чтобы вам более комфортно было в доме находиться компания подарила нам длинный кабель электропровод для подключения на караване электричество подарила также шланг для наполнения бака с водой 15 метров вполне достаточно будет я думаю также есть домкрат вот этот вот большой черный ящик я его не открывал но это домкрат и есть вот такая вот не знаю как-то кочерга для открытия для открытия вот этой вот тули надо кстати открывать мне сейчас не научат ветер отставляется кочерга выкручивается и только сейчас мы не будем открывать потому что достаточно сильный ветер мы боимся что это только просто свернет пока только это навес мы покажем в следующем до видео когда мы уже полностью оборудуем купим все необходимые мелочи для дома разложим стулья стульчики пледы и так далее потом снимем уже что у нас получилось да и две пластиковые заглушки для холодильника для решеток холодильника они ставятся когда вы путешествуете зимой в холодный в холодное время года эти заглушки ставятся для того чтобы холодильник работал более эффективно да еще производитель по нашей просьбе подарил нам дополнительные вот эти вот замки все мы знаем что есть такая проблема что автодомы могут скрывать и очень удобно их установил то есть просто раз опустил нажал и все закрыто все эти замки 100 замки стоят на всех внешних дверях и я кстати заметил что на полуинтегралах сейчас нету внешних замков открытия кабины то есть тут по сути нечего ломать нечего открывать еще поставим дополнительные замки внутренние и доступ автодом будет закрыт ну или по крайней мере нужно будет очень постараться туда пролезть это куча времени а стоим мы всегда в окружении автодомов и люди обычно следят чтобы не было каких-то таких вот происшествий с моей стороны есть одной с логической я бы его убрал бы честно говоря и поставил бы заглушку пусть будет здесь бак и для залива дизеля и для залива эдблю уже есть современный двигатель экономичный саблю все боремся за зеленые наследие планеты выход отопителя трума и газ газ с двумя сменными баллонами баллоны стоили 80 литров литров ой 80 евро уже полные просто подъехали на заправку сэпа нам нужен был именно пропан для трумы я помню где-то прочитал что трума она не очень любит бутан ну и нам сказали нам сказали что пропан заехали на сэпса подписали контракт с компанией заплатили 80 евро 2 дали два полных баллона теперь нам их только менять вот два баллона замена одного баллона примерно в районе 16 литров 20 килограммов газа 16 евро да то есть 32 35 евро в два баллона полностью поменять газ то есть приезжаете эти просто сдаете плате деньги вам выдают тут же новые и ставите их что тут еще есть залив воды и туалет но это с той стороны здесь у нас подключение электричества к автодому на стоянке вот такая розеточка сюда подключаемся и у нас электричество с этой стороны также доступ в багажник ну и в общем то с этой стороны все все самое интересное находится с той стороны туалет то ли здесь кассетный биотуалет нужно брать химию для того чтобы для того чтобы не воняло в автодоме просто куда кидаете как он достается значит для того чтобы его достать обязательно должен быть закрыт туалет в автодоме там такая заглушка когда вы пользуете вы открываетесь не пользуйся закрываете просто когда если она там открытый вы попытаетесь здесь достать вы просто-напросто сломаете там заглушку и у вас будет сломан туалет фирмы доместик вот такая вот штука раз и на колесиках пошли сливать как сливать это мы потом уже с ним наверно в инструкции допишем слава богу что в европе и слить можно где очень много мест где можно слить туалет и проблем в общем то нету с этим самым вот так он устанавливается кидаете туда таблетку либо наливаете химическую химию жидкость и пользуйтесь пак для залива чистой воды вот да здесь очень важно довольно ненадежная система здесь всего вот эти вот три зубчика и если приложить какие-то хорошие усилия в неправильном положении эти зубчики можно сломать и крышку мы просто потерять можно поэтому лучше десять раз перепроверить но при этом крышка у вас будет на месте кстати на прошлом автодоме ездили и вот эта вот крышка была сломана у него до нас не имею ввиду с одной стороны конечно когда мы первый раз поехали на автодоме первое впечатление наше было что очень тесно потом ты привыкаешь к этому пространству все очень удобно этот автодом который мы купили он длиннее на 80 сантиметров чем тот на котором мы путешествовали он побольше но самый кайф тут в чем что когда вы приезжаете в какую-то очень красивую локацию у вас есть вот это вот зона где вы можете спокойно ночевать готовить обеды спать и зона где вы можете открыть тольду она выдвигается на довольно большое расстояние ставятся такие упоры натягиваются распорки чтобы и она не улетела ставится столик стулья и в общем то это тоже ваше жилое пространство как написано на коврике мой дом там где я припарковался друзья на нашем канале будет много контента про автодома куда поехать какие нюансы нужно учесть путешествие поэтому если вам интересна эта тема если вам интересна жизнь такого свободного кочевника современного обязательно подпишитесь на наш канал how to spain уже в следующем видео мы покажем вам что мы сделали с автодомом как мы его оборудовали для более высокого уровня комфорта да друзья напишите поделитесь своим опытом в комментариях кто уже путешествовал на автодомах какие вы видите в этом плюсы и какие минусы и напомню вы находитесь на канале how to spain здесь все об испании для иностранцев неважно планируете вы переехать в испании или вы уже находитесь здесь если вы если испании это для вас то мы работаем для вас